приветствую вас друзья на канале лисипень как и обещал покажу я собирать будем значит его чай потом покажу какого ферментировать фермотацию делать будем сейчас наберем букет на ту кучу не пойду здесь болото значит наберу пакет вот здесь вот нам хватит и дома уже сделаем подготовим его как чай нужно было немножко пораньше собирать его чуть чуть но думаю что у нас все получится чай получится отличный приступаем ну ну вот этого будет достаточно нам для наглядного применения а дома я себе насобирал еще в том году поэтому сделаю немного так что погнали до дома ну Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Но сейчас он должен пару часиков повисеть Как раз скапает водичка Подсохнет чуть-чуть и подвялится Ну вот, друзья, переместились мы домой Сейчас девчонки быстро оборвут листики От стебля и цветочки И добавим сюда на противень Дальше будем обрабатывать Ночь провисели Наш веник В теньке на ветру Просох Подвялись, видите, листики Ферменты какие-то вышли И сейчас Надо будет Все это Оборвать И приготовить Иван-чай И делать сушку Давайте приступать Встретимся через 10 часов Пока они на рвут у нас листики Потому что по одному листику Они будут точно 10 часов вставать Цветочки ложим сюда же Не много Но ложим Они дают кислинку И лимонный привкус Друзья, убираем лишнее Но лишние сухие листья Где-то что-то А потом раз И сюда И макушечку тоже обрываем С цветочками Она будет кислинку давать И чай будет более красивым А потом раз Главное, основной стебель не лошади, он будет привкус давать невкусный. А молодые, даже если у вас что-то такое попало, ничего страшного не будет. Ну, как бы я выиграла. Ого. Да, это один. Полстый какой. Ну, как будто огроменный. Ну, а сейчас, сейчас, сейчас свой дом наполню. Ну, вот дело пошло. Гораздо быстрее это выглядит, чем вы по одному листику будете рвать. Спокойно, спокойно. Не, не надо там. О. Ну, он такой совсем. Да. Помытый, я его помыла пыль. Это не палки, а от виски. Чего? Из-за того, что мы позже начали его делать. Короче, его раньше собирать надо чуть-чуть. Чтобы вот таких вот, да, этих, больших палок не было. Так, сухое не собирай. Сухое лежало. Значит, на мясорубку ставим самую большую сетку, решетку. Значит, самые большие дырки, какие есть. И большими пучками, как можно больше, запихиваем и прокручиваем. Это будет весь лист переминаться. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Друзья, ну вот, мы перекрутили весь наш чай. Значит, он такими кусочками получился. Теперь надо высушить, форматировать. Получается, что мы его будем сушить в тени, в прохладном месте, но в относительно сухом. И, значит, где-нибудь на чердак поставим его, пусть он там стоит. И каждых 3-5 часов надо будет немножко взбадривать. Только не мешайте вот так вот прям руками с него пыль будет высыпаться. Просто аккуратненько так перемешали, прям вот легко-легко пальчиками. Или вот на противень поподкидывали маленечко, если умеете. Вот. Значит, вот у нас готовый уже чай, который я пользуюсь, завариваю. Мне он очень нравится. Сейчас, кстати, давайте заварим. Не заваривайте кипящим кипятком. Дайте немного отдохнуть в водичке. Чайник закипел минут 5, чтобы она успокоилась. А села, что так не надо. И градусов 80-85, может быть даже 90, будет у вас завариваться. Чай настаивается, мы его немножко упутаем и будет отлично. Сейчас вот, я ведем чай. Вот сейчас вот еще половинку такую сделаем. И думаю, хватит. Так. Берем наш настоящийся кипяточек и заливаем. Значит, промывать его ничего не надо, потому что мы промывали его, веточки. Да, некоторые пылинки могут попасть, но это, они съедобные, как говорится. Заливаем чайничек. Закрываем. И сверху накинем полотенце. Вот так вот. А с вами был Сергей. И это канал Лизий Пень. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Значит, сушить мы его будем примерно 2-3 дня, перемешивая периодически. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...